А всем привет, каналы Абрим Тим. И сегодня у нас такой небольшой выпуск о том, какой садок лучше использовать при любительской ловле. Сразу отмечу, что здесь не будет профессиональных садков, потому что коим профессионалом я не являюсь. Но такие садки элементарно заслуживают внимания. Начнём мы, наверное, от старого к новому. Вот такой вот садок, Made in USSR, сетчатый, складной, весь проржавевший, на память от моего деда, который очень любил рыбалку. Наверное, в детстве мы с ним ходили, с этим садком. Но в данных условиях, наверное, уже повышенного опыта он неудобен. Но для любительской ловли посидеть со старой поплавочкой с бамбуковой, это было довольно-таки хорошо, прикольно, для своего времени удобно. Но не сейчас. Это у нас остаётся на добрую память. Но это мы не используем. Наверное, близкая к этому, современные садки, так сказать, такой же технологии. Единственное, здесь у меня примотано большое, тут порядка 7 метров, наверное, шнура толстого. Для того, чтобы закидывать это, мы используем, вот тут, кстати, даже трава с прошлого года осталась. Используем при ловле в болотах, то есть, чтобы Крася сюда кинул, скинул ты его туда в болото, это завязал к мостику, либо к берегу. И всё замечательно. Основное отличие, что у нас тут есть открывающаяся крышка, которая уже по сравнению с тем садком позволит не бояться за то, что наш улов уплывёт. Также такая крышка есть снизу, но чтобы она случайно не открылась, её просто фиксировать обычной проволокой. Использовать можно, но всё-таки лучше перейти к садкам, о которых мы поговорим чуть позднее. Удобно, можно использовать, но опять-таки, смотрите его объём. То есть, при хорошей ловле, за три часа, тем более, если какие-нибудь караси, большая платва или подвесчики с лещами, он у вас кончится. Рыба тут займёт всё место, течением его будет носить, и она элементарно задохнётся в нём. От того, что ей не будет места. И опять-таки, если вы рыбачите долго, пока вы задохнувшуюся рыбу понесёте домой, она у вас может испортиться, и элементарно хорошо будет, если она потеряет какие-то свои кулинарные свойства, а плохо будет, если она испортится до такого состояния, что станет непригодным для использования. А тем более, если мы уже говорим о спортивной рыбалке, железными стенками её перебьёт, и она просто умрёт, и отпускать уже не будет смысла. Далее идут два одинаковых садка вот таких. Это уже тканевые такие, которые... Единственное, наверное, откуда их можно использовать, это с лодки. Тем более, вот он у меня здесь установлен на одном большой поплавок, грамм 40-60. С лодки использовать можно, элементарно открываем, закидываем, затягиваем. Всё. С берега его опять-таки будет даже маленькими волнами катать, его у вас ещё умоют. Цена такого садка 60 рублей. Ну, если вам нужно отправить ребёнка в деревню к бабушке с дедушкой, чтобы он половил рыбу, это как альтернатива ведру, более подруболовную такую стилистику, так скажем. При прям продуктивной ловле мы такие не используем. Далее, наверное, можно отметить ведро, которое сейчас я вам открою и покажу. Но у него есть один такой существенный минус. Во-первых, смотрите, из такого складного ведра мы получаем ведро вот такое. Куда можно налить воду, либо его самого поместить в водоём и туда просто закидывать. Поймали, отцепили, закинули. Поймали, отцепили, закинули. Но, суть того, что оно тогда у вас должно быть герметичное. Оно у нас раньше не пропускало воду. В том году гинул я сюда карася небольшого, и он своими шипами на спине всё его продрал. Воду оно не держит. И лежит, может быть, до каких-нибудь лучших времён. Может быть, какие-нибудь снасти сюда стану складывать, которых станет много. Может быть, какие-то просто тоже старые садки в нём будут храниться. Помните, такие ведра должны быть герметичными. Так-то он объёмом 50 литров. Для рыбы воды бы вполне хватило для него. И помните, что стенки должны быть инертными всё-таки. Ты что, с ума сошёл? Ой, даже неправильно сказал, извиняюсь, не инертными, а инерционными, упругими. То есть, чтобы они под весом воды не промялись. И переходим, наверное, к тому, что сейчас используют целесообразнее всего. Допустим, вот этот садок легче, чем вот этот садок почти. То есть, чем советский, он легче однозначно. Во-первых, у него есть сумка. Что уже хорошо, это элементарное его хранение. Далее. Открываем мы его. Здесь у нас замечательный, сложенный, длинный садок. Я сейчас встану. Пожалуйста, не видно моего лица было. То есть, у него длина 1,7 метра. Чуть катушку не уронил. 1,7 метра, что довольно-таки хватит для любительской ловли. Единственное, почему я хочу его поменять. Сетка. Тканевая. Очень хорошо жрет крючки. Крючок зацепится при подсечке. Измотаетесь на нервы, лучше сразу открывайте поводок. Не отцепите просто. Далее. У него запах ива. И рыба такой стоит еще в нем оставшийся. Хоть я его и промывал в кипятке. И его надо сушить после каждой рыбалки, иначе он сгниет. Особенно в сумке вы его куда-нибудь закинете. У вас, во-первых, поднимется неимоверная вонь в шкафу. Во-вторых, он просто-напросто сгниет. И вот эта подставка, которая втыкается в берег, она очень маленькая. То есть, да, я, скорее всего, даже доведу до ума. Но тогда длины будет мало, если она стояла именно. А так, мы используем в любительской ловле вот такие садки. То есть, ориентируйтесь на такие. Это не означает, что вы должны весь такой садок длиной 1,7 метра, объемом там свыше 70 литров, заполнить рыбой. Это не означает, что если вы поймаете, допустим, большого леща, его будет комфортнее хранить до конца рыбалки в таком садке, чем в пакете он у вас тухнет. То же касается большого количества карасей, большого количества тех же, опять повторюсь, подлещиков, лещей, хищной какой-то рыбы, если вы поймали ее при стационарной ловле на фидерах. И помните, что лучше брать такой садок прорезиненный, потому что, во-первых, с него стечет вода, его не надо будет сушить, крючки в него не будут цепляться, это второй момент. И третий момент, ни сазан, ни карась, ни карт, ни прочая вот такая рыба со своими ирокезами, с шипами на спине, она не прорвет его. А такие садки имеют подверженность к такому физическому воздействию. И поэтому лучше поднакопить и не покупать вот такой садок за 60 рублей. Стоимость вот этого садка в 2018 году была порядка 450 рублей. За такой комфорт меньше 500 рублей отвалить, это просто ни о чем. Конечно, от компании Dive, от той же Волжанки, есть садки длиной 4 метра и прорезиненные и с стойками, и с регуляторами, но они стоят под 4000. Суть видеоролика мы ориентируемся на такие садки. Запомните, дешевое, хорошим не бывает, либо бывает, но это надо, чтобы очень повезло вам. Об этом, кстати, мы поговорим в видеоролике про катушки. А так, все-таки, садок мы подбираем под условия ловли. Большой берег, отступ от него мель, надо взять максимально длинный, чтобы закинуть его именно в воду, где рыбе будет комфортно, пока мы не закончили ловлю. На этом видеоролик подошел к концу. Оставляйте комментарии, оставляйте свое мнение, оно для нас очень важно, мы все читаем. Подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте, и до новых встреч, пока!